как я выгляжу сегодня как я выгляжу всем доброе утро сегодня будет влог не знаю как что там все пойдет в общем сначала покажу вам свой завтрак вот мой завтрак это омлет сыром очень вкусный я еще туда притрусила притрусила луковый порошок безумно вкусно безумно ароматно и приготовила я его в рисоварке очень классно шапка криво на бекрей бегу вообще в общем пробежала я на станцию надеюсь я успею туда куда я шла я еду я еду на класс ну пока еще электричка чего-то не идет и а и Здесь на пивке стоят и можно бесплатно попить. Еще есть минутка перед классом с видом на ЕНДИ. Главное, чтобы ногти некуда накрашены, иначе за сайт одеть перчатки будет так неудобно. Ну, конечно же, покажу, что мы тут на готове, в целом у всех все одинаково. Что еще у нас есть? Мясо, омлет. Это у нас хабочая, как воручки, тыква, салатик и рис, конечно же. И напиток. И все, я закончила. Я все съела. Я закончила, это значит, что я все съела. Было вкусно, очень понравилось. Обязательно вам покажу эти рецепты. В общем, отсюда я беру тоже рецепты. И хотя много что преподают, я уже, в принципе, знаю, готовлю и уже и вам дала. А сейчас мы идем кое-куда. У меня, так как не накрашены ногти, а я этого терпеть не могу. Прям вот хотя бы бесцветным лаком там и маслицем все покрыть. Не обязательно надо. Поэтому пойдем туда, где это можно сделать. Сейчас все покажу. Ну, конечно, куда же я могу пойти для того, чтобы накрасить ногти. Здесь самый большой корнер, где представлены все лаки всех фирм, которые есть на этом большом, как это сказать, выставочном павильоне. не знаю, как это выразиться. Сейчас я вам покажу. Хотя, мне кажется, я сто раз показывала, но, наверное, это больше я все-таки показываю в сторис. А, я снимала как-то отсюда влог, но я его так вон у меня не родился. Так, вот, видите? То есть, разных фирм, и они разделены по цветам только. не надо найти прозрачный и лечебный. Какой-нибудь вот такой. Сейчас закрашиваю. Так, все. Я это, я сделала это. Ногти накрасила бесцветным лаком. Так же я их это, помазала, помазала, нанесла специальный ойл, ойл, масло, масло нанесла. И пришла сюда вам показать кое-что. Посмотрите на эту красотку. Это Годзилла. Это прототип первой Годзиллы, по-моему, которую снимали. То есть, она первая вот такая была. Против солнца вообще. Ну, солнце, небо, не видно. О, тут хвостик видно ее. Постараемся так снять. Как видно, не видно вам ее? Ну, короче, красотка, что говорить. Красотка. Вот. Так, пошли дальше. Кстати, это знаменитый китайский какой-то ресторан. Сюда все хотят попасть. И тут всегда очередь. Вот сегодня нет. Но зато, кстати, лента уже стоит. Видно, наплыв сейчас рабочий день. И время обеда уже прошло, собственно. Сейчас, кстати, сколько времени-то? Время почти три. Вот. Вот. Поэтому... А я... А я, объевшись, теперь хочу много ходить. Кстати, я попробовала новую помаду. У меня, видать, что-то я съела эту мысль скачет. Очень спешно, конечно. Ну, ладно. Поэтому, так как я много поела, мне хочется много ходить, чтобы немножечко растрястись. Уже после этого я пойду пить кофе. И, как всегда, вам переулков. То есть в Японии, в Токио, вот это, в частности, самый дорогой район Токио, Гинза, да? Вот смотрите, вот это вот все старое такое, да? Это наверху бегают электрички. А под низом очень много всяких заведений. Питейных, едалин. И вот тут вот, видите, вот прям здесь любят приходить. Селаримены, так называемые, белые воротнички. И компаниями кушать. Или с друзьями. Какая поросюха! Так, еще все закрыто. Все будет открываться в пять часов. Смотрите, как все красиво тут. Люблю такое всякое разное. Но, если честно, вовнутрь заходишь, все такое уставшее, старое. Ого! Но это норма. То есть не надо бояться, что что-то там не очень чисто в этих заведениях. Все равно это здесь считается нормой. Главное, вкус и атмосфера. Недавно смотрела фильм «Васаби», пересматривала. В общем, фильм тогда достаточно старый. Ему уже 20 лет. И там показывали район Гинза. На моменте, вот кто знает, да, когда папочка только приехал, взял дочечку. И они после похорон, по-моему, пошли в банк, чтобы проверить состояние ее счета. И, значит, этот вот француз Рено, он, значит, на счет ее посмотрел, дал ей денег и сказал, что они пойдут шоппинг делать. И как раз показывали вот этот вот пятак. То есть они шли оттуда. Вот это здание уже было. Вот. Может быть, вывески немножко были другие, но, в принципе, само здание узнаваемое. А вот сзади меня стоит новое здание взамен того шоппинга, шоппинг-мола, да, универмага, который они и шли покупать ей одежду, где он там очень лихо разобрался с мафиозниками. В общем, если вы не смотрели или смотрели, пересматривать будете, обратите на это внимание. Вот сейчас уже на месте того старого универмага новый. А вот это здание по-прежнему такое же. Так, я подошла к Юникло, но с черного хода, если можно так выразиться. Не центральной улицы, а эти. Ну, так проще зайти, потому что народу, именно китайского народу, здесь очень много. Идем. Много китайского народа. Пришла я в Юникло посмотреть себе белье. Надо обновить немножко. Мне очень нравилась здесь коллекция. Их было две, я покупала. Это нижнее белье и нательное белье. Коллаборация с Александром Банг была. Так, здесь белье, но здесь что у нас? О, какие труселя веселя, какие огромные. Но это для беременных, не пугайтесь. Здесь есть одежда для беременных. Я не знаю, как себя показать. При выходе из Юникло здесь и Кинг-Конг. Так, все, закончила я с Юникло. Сейчас еще в один магазин надо сходить. Покупки я, наверное, уже буду показывать дома. Сегодня Мацуя у нас от Буччи. Вот такая веселая. Итак, у меня простой кофе и чизкейк. Кусочек чизкейка с апельсином. Вокруг много народов, все болтают. Ничего не слышно было. Хорошо, что сегодня я микрофон взяла. Однако. Устала. Что-то я замоталась и устала. Просто у меня еще спина немного побаливает. Это все после того, как я вернулась на тренировки. Вчера была вторая тренировка. После Нового года. До Нового года я ходила, ходила, ходила. И после Нового года, представьте, весь месяц я просидела на попе ровно. И только вот сейчас вернулась. Неделю назад меньше. Поэтому, конечно, после возвращения будет болеть. Будет болеть. Господи, вот такой маленький, посмотрите, вообще никчемненький чизкейк. А здесь калорий почти 200. Нет, 124. Как я люблю засахаренные апельсины. Апельсины. Мне кажется, самое лучшее к черному кофе, это засахаренные апельсины. Гинза, как всегда, прекрасно. И, как всегда, здесь много народу. Я, может быть, больше показала бы примерочных, но тяжелая сумка с собой. Плюс пуховик такой, тоже достаточно тяжелый. И вот это вот переодевание полное, да, вот оно прямо утомляет. Не сегодня, конечно. Не сегодня. Вот они болтают. Они прям любят. Не зря есть такое, что мужчина говорит две тысячи слов, а женщина по норме выговаривает в два раза больше. Допустим, четыре. Ну и, например, муж отработал там на работе, по работе много там говорил, встречался с клиентами, еще что-то, еще что-то. Домой приходит, ему хочется помолчать. Он свою, в принципе, норму выговорил. А женщина наоборот, она еще и домохозяйка. Она дома сидела, молчала. Приходит муж, и хочется весь запас свой, двойной, использовать. Вот они встречаются между собой, и мне кажется, они за неделю накопят. Поэтому японки, они еще те болтушки, если честно. Если они встретятся, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ммм, я покажу. Видите? Сейчас. Ли Минхо. Корейский, южнокорейский киноактер рекламирует казино. Где, кстати? В Макао, наверное. Ну что, я дождалась. Начинается самая красота. Это, когда вечереет на Гинзи. И начинают загораться все огни. И еще не потухло небо. Оно окрашивается в такой розоватый цвет. Облака. Если сейчас будет видно, то увидим. Так, а я еще в один магазин забегу. И все на сегодня. Сейчас я иду в такой отдел. Аптека. Здесь в Японии есть аптеки, такие, знаете, как косметические аптеки. Все в перемешку. И там такс-фри. И там просто безумное количество китайцев. Это, можно сказать, для них все сделано. И уже давно там девушки-продавцы, они все китайки. Китаянки, китайки, хотела сказать. В общем, и, конечно, сервис там не самый лучший. Потому что на Гинзи, будучи на Гинзи, ты получаешь сервис вот от китаянок, которые могут игнорировать тебя. Могут как-то вот все небрежно делать. Не знать о товаре и даже не пытаться что-то узнать, если ты что-то спросишь. То есть, да, немного слабовато с сервисом. Но зато ассортимент хороший. Поэтому я туда иду. Ну и такс-фри мне, конечно, не положен. Я все покупаю с таксой. Тем не менее. Вот эта аптека. Она не только аптека. Здесь и всякие эти самые продают. Ну, электро-электротовары. Вот, кстати, Рефа. Знаменитая Рефа. Это массажеры с токами. Они очень-очень-очень действенные, говорят. Смотрите, Рефа какой прям. Весь с бриллиантами. Не просто так. Вообще, у Рефа есть еще вот это вот большой, а есть еще больше. Там вообще невероятная штука-дрюка огромная. Массировать ляхи. Это какой-то вообще крутой с кожаным этим. Не знаю. Это щёточка для умывания. Тут вообще от этого... Как его? От футболиста. Как его? Скажите мне. Короче, у Оксаны все с головой плохо. Вот эту вот штуку я вообще, конечно, не понимаю. Мне кажется, она челюсть расшатывает. Ладно, пошла я. Зачем я пришла? Слушайте, я уже вроде всё закончила. Хочу поехать домой скорее. Вот. Но не могу остановиться и не снять вам еще гинзы вечером. Но она такая красивая. Ну, мне во всяком случае. Не знаю, вам нравится или нет. Самое, наверное, любимое мое место в Токио – это гинза. Вот в такое время, когда начинается закат. И, ну, естественно, вечер, ночь, когда горят огни. Хотя я ее и утром люблю. Прям она тоже такая классная. Вот есть районы, которые красивые или как привлекательные только в вечернее время. Например, Рапонги. Это такой гуляльный район развлекательный. Но днем там просто невозможно. Я его терпеть не могу днем. Он мне некрасивый этот район. Я очень его не люблю днем. Единственное, наверное, исключение – это Миттаун. Миттаун. Там, да, красиво. Но гинза, она хороша в любое время суток. Просто прекрасно. Вы только посмотрите на вот это здание. Вроде что такого, да? Эти блоки стеклянные вообще напоминают что-то нечто советское, да? При Советском Союзе у нас часто кое-где, особенно такого бутылочного цвета, использовалось. Но здесь, конечно, они другие, эти блоки стеклянные. И выглядит это, ну, на мой взгляд, просто потрясающе. Как какие-то леденцовые такие огромные конфеты. Смотрите, огромные леденцы. Не знаю, фантазия у меня. Вот. Опять-таки сад Сони. Парк Сони. Сейчас его немножечко подсниму. Все равно уже не успеваю на переход, а бежать неохота. Бегом бежать. Пойдемте наверх, сходим, посмотрим на экзотические пальмы, которые я в прошлый раз упоминала, но не показала. Но не прелесть ли? Это настоящие. Самые, что ни на есть. Настоящие пальмы. А, волосатенькие какие. А, лохматенькие. Выглядят, если честно, как пластмассовые. Но они настоящие. Здесь небольшие, но... Нет, большие. Вот посмотрите, это очень большая штуковина. На ней мало зелени. Ну, возможно, сейчас. Но это огромный какой-то ствол. Пузатый. Классный. Вот такие слоновые ножки. Ощущение, что слоненок нырнул в катку. Вот это тоже. Просто ананас. Так, ладно, побегем, побегем. Побегем, а то я еще и этот переход прозеваю. Я так уже хочу домой. Прям устала, устала Оксаночка. Оксаночка, устала. Мне надо идти на подигонали. Поэтому я могу столкнуться с боковым движением людей. Так, полицейские бдят. Мне кажется, полицейские, особенно здесь, больше играют роль не полицейских, а направляющих гидов. У них постоянно спрашивают дорогу, как, куда пройти. Ой, смотрите, там какая красота. Сейчас дойдем. Какая красота. Красота. Я, если честно, не понимаю, что это такое. Просто иллюминация. 19-20. Ну, не знаю, не знаю. Зимняя иллюминация 19-20. Вот здесь написано. Ну, ладно, пойдем. На станцию. Так, мой любимый супермаркет. Хорошо, что его открыли на моей станции. Хоть и небольшой филиальчик. Вот это. Я раз попробовала, и все. Если кто в Японии попробует вот этой фирмы, вот этот чизкейк. Он просто потрясный. Все, наконец-то я дома. Приползла. Время начало седьмого. Я покушала то, что я приготовила на классе. Около двух часов. И до сих пор я есть не хочу. Но вот хочется очень попить кофе-чай вместе с тем чизкейком, который я купила. Но я знаю, что если я сейчас это сделаю, то после девяти обязательно захочу покушать. Поэтому я лучше подожду. Ничего не буду делать, пока я не захочу. Часов до семи, наверное, подожду. А пока я жду, я покажу вам то, что я купила сегодня. Вам же интересно, правда? А для того, чтобы показать вам, что я сегодня купила, надо сползти было на пол и порвать пакет. Так, первое. Юникло. Я купила вот такую кофту. Она стоила полторы тысячи плюс налог, то есть 1650. 10% налог. Здесь вот, видите, написано. Налог. У меня XL, чтобы была свободненькая. Свободненькая. Ну, хотя я именно Юникло японский, XL, в принципе, все и ношу на данный момент. Ну, редко L. Вот как, например, труселя-веселя. И, кстати, вот я мерила. Так интересно получилось. В примерочной я примерила штаны и вот эту вот кофту. Оно висело в том районе, где это, как сказать, по цветам, как бы вот там все собрано, уже готовые комплекты предлагаемые. Да, такое, видать, дизайнер или как его товарища, кто это составляет, эти комплекты поработал. И это как бы вот так вот висело, очень привлекательно. Знаете, когда уже готовые какие-то зарисовки такие по цветам и по текстурам. И штаны те, они висели именно на вешалке. А вообще их продают с лентой вокруг. То есть они, их нельзя по сути примерить. Только так висят для примера. Можно посмотреть. Навешали и все. Но я их взяла, вот этот полувер, и пошла померила. Я в штанах была уверена, что их куплю. А вот полувер я сомневалась. И получилось наоборот, что штаны-то как раз таки мне не очень понравились на мне, а полувер нормально. Вот что значит примерка. Все наоборот. Так, ладно, продолжаем. Дальше я зашла в КОС. Это мой любимый, прямо очень любимый бренд КОС. Меня даже спрашивали, что я покупаю. Вот. Я покупаю КОС. 50% шапка. Она, по-моему, сейчас скажу, Кашемир. Да, 100% шерсть Кашемир. Не видно, наверное, отсвечивает. Ну, в общем, хорошая шапка. 50%, думаю, конечно, надо взять. Тем более, я подчистила свой гардероб шапковый. Шапковый гардероб и поукидывала в этом году очень много. То, что вот лежит, лежит, вроде как бы и не порванная, а вроде как бы уже и не носишь. Так, дальше. Труселя веселя я вам показала. У меня, кстати, я покупаю бесшовные. Так. Так. Дальше. Я купила, разозлилась и купила крем для рук. Именно фирма эта, Чеяко Этам. Гинзотомато. Японский бренд. Не дешевый. То есть, он стоит 2,750 в йенах. И он прям очень-очень должен быть крутой. Так. Дальше. Я купила вот такую штуку-дрюку. Сначала я купила маски. Вот эти рисовые. Они очень сейчас популярны. И купила вот такую маску. Это такая вот масса, которая очень-очень увлажняет. Вот. Попробую. Очень хвалят. Время от времени я покупаю именно продукты масс-маркета. Это масс-маркет. Чтобы проверить, как оно что. Уж очень много отзывов о нем. И премию они взяли в прошлом году. Косметическую. Так. Дальше. Я купила. Это рефил для карандаша. Вот. Рефил для карандашка. Новый. И это бальзам-тритмент. Бальзам для губ с ухаживающими компонентами. Он имеет легкий-легкий розовый оттенок. Делает красивыми увлажненными губы. Вот такой. Смотрите, какой крем для рук. Как пуля. Пуля. Он идет с плацента дамасской розы. Сюда входит плацента дамасской розы. Шапка Бини. Шапка Бини. Как я вам. Шапки Бини. Очень приятная. Мягенькая. Прям супер. Прям супер. Шапки в коз мне нравится больше всего. Так. На ужин разогрею себе борщ. Вот заготовка, которой я обычно морожу. Достала, разогрела, поела. Главное, чтобы сметана была. Она у меня есть новенькая. Еще я люблю с борщом прикуску взять зубчик чеснока, присаливать и прям хавать. И сметанки побольше. Так. Сходила я в душ. Сняла макияж. Тщательно умыла лицо. Затем я сделала сегодня приобретенную эту штучку. Питательная эссенция. И она очень увлажняющая. Здесь такая, знаете, как масса белая. Она немножко неравномерная, очень мягкая, приятная. Когда в ванне, в душе у вас распаривается как бы немного кожа. Наносите полностью на лицо. Я и на шею нанесла на 5 минут. И затем круговыми движениями помассировать и смыть полностью вот эту штуку. Затем, следуя рекламе о этих средствах именно этой серии, мы наносим тряпичную масочку. Вот. Ее мы будем держать сколько-то минут. Сколько минут нам ее держать? Здесь 10 штук, кстати говоря, внутри. Но я, в принципе, держу не меньше 15 минут. 10-15. Ну, сколько мне хватит, короче говоря. И они обещают нам щиттори мочи-мочи сделать. Мочи-мочи, это когда, вы знаете, как попка у младенца. Она и мягкая, и упругая одновременно вот эта кожа. То есть подкожный вот этот жир упругий, коллаген. Вот он его трогаешь, да, он плюм-плюм. Это вот мочи-мочи говорят про нечто упругое, но в то же время мягкое и приятное. И вот такую кожу нам обещают. Боги. Очень спешно. Две минуты рассказывать в таком виде. Вот он этот чизкейк. Опасная штука. Видите, внутри есть изюм. И есть у меня чаёк. Вторая кружка. Надо остановиться. Я смогу вообще. Остановите меня. Остановите меня. Остановите меня. На выходные передают нас. Снял. Снял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова